Привет, друзья! Цветочная пыльца – один из самых распространенных аллергенов в мире, но в будущем именно она может заменить традиционный инъекционный метод вакцинации и стать поворотным событием в медицине. Ученые из Техасского университета долгое время изучали свойства цветочной пыльцы амброзии и неплохо продвинулись в разработке вакцины с ее использованием. Исследователям удалось очистить пыльцу от аллергенных биомолекул и при этом сохранить прочную, не вызывающую аллергию полимерную оболочку. А внутренний объем зерна очищенной пыльцы можно заполнять нужной вакциной или каким-либо другим лекарством. Дальше вы, наверное, уже догадались, что надо будет сделать. Да, просто ее вдохнуть. Отличные новости для всех тех, кто боится инъекционных иголок. Пока в Техасе тестируют пыльцу, в Японии же стараются упростить свой быт. Ученые из университета Цукубы в Японии вживили тараканам специальные чипы, с помощью которых они планируют заставить насекомых помогать нам в рутинных бытовых делах. Но об этом немного позже. А сейчас я хочу кое-что у тебя спросить. Ты хотел бы научиться совмещать приятное с полезным, одновременно играть и развивать свой интеллект? Да? Тогда все, что тебе понадобится – качать бесплатное приложение RoboQuiz. Твоя задача – победить хитрый искусственный интеллект, отвечая на каверзные вопросы из более 20 категорий. Кстати, в последнем обновлении была добавлена новая категория про домашних питомцев. Также появилась подсветка правильных и неправильных ответов, возможность пропускать анимации и, по многочисленным просьбам пользователей, теперь можно узнать правильный ответ на вопрос. Так что прямо сейчас скачай RoboQuiz по ссылке в описании и получи 2000 дополнительных баллов опыта, чтобы быстрее прогрессировать и открывать новые категории. Ну а тем, кто уже установил приложение, подарок также будет доступен. Для этого обнови игру до последней версии и перейди по той же ссылке из описания. RoboQuiz. Играй, расширяя свои познания каждый день. Так называемые тараканы-киборги пока способны двигаться в разные стороны, передвигать небольшие предметы по комнате и рисовать. Надеемся, что эти ребята не выйдут из-под контроля, и нас не ждет воплощение в жизнь сюжета из фильма «Терминатор». Только вместо коварного скайнета на нас будут вести охоту тараканы. Кажется, что Япония идет впереди планеты всей. В то время как инженеры из разных уголков мира тестируют колеса, напечатанные на 3D-принтере, чтобы у автомобилей будущего была возможность без проблем ездить по песку, японский стартап SkyDrive уже к 2023 году планирует запустить летающие автомобили. Японское правительство полностью поддерживает и финансирует подающие надежды проект, который, по их мнению, раз и навсегда решит проблемы с транспортом в больших городах, труднопроходимых горных районах и на отдаленных островах. Первое летающее авто под названием SkyDrive SDXX в начале 2020 года успешно прошло тесты в помещении, после чего создатели официально получили разрешение на испытательный полет на улице. По словам генерального директора, первые полеты будут проходить над морем между островами, поскольку пока слишком рискованно летать над большим скоплением людей. Скоро же такого чуда авто будет достигать до 100 км в час. Признавайтесь, друзья, хотели бы полетать на такой машине? Исследователи из Американского химического общества в 2021 году разработали первых маленьких плавающих роботов, которые могут лечить себя с помощью магнита. Похожие роботы ранее изготавливались из хрупких полимеров или мягких гидрогелей, которые имеют склонность к быстрым повреждениям и разрывам. Но группа исследователей из ACS пошли дальше. Их робот, длиной 2 см, состоит из гидрофобных слоев и магнитных микрочастиц. В исследовании, когда он перемещался по тарелке, ученые иногда разрезали машину лезвием. Хвост продолжал двигаться, а как только он приближался к остальной части тела, то снова прикрепился за счет сильной магнитной реакции. Также было показано, что робот исцеляется, даже когда его разрезают на три части. Спрашивается, для чего же они нужны. Команда надеется полностью доработать свое детище, чтобы в будущем отправлять их в океаны на очистку от мусора и нефтяных аварий. Можно ли вырастить настоящий мозг? Кажется, что это практически нереально, однако ученым из Массачусетского технологического института в США и Индийского технологического института удалось это сделать. За семь дней они вырастили небольшие фрагменты самоорганизующейся мозговой ткани в крошечном биореакторе, многие детали которого были напечатаны на 3D-принтере. Благодаря новым технологиям исследователи могут добавлять аминокислоты, витамины, соли и глюкозу или удалять отходы, производимые клетками в этой мини-лаборатории. На протяжении недели клетки размножались и образовывали структуру, похожую на желудочек и полости, наблюдаемые в реальном мозге. Желудочек окружала ткань, отвечающая за функции высокого порядка мышления, рассуждения и понимания речи. Так что будем надеяться, что в будущем такие биореакторы будут увеличиваться в размерах, и мы сможем выращивать полноценные мозги для тех, кому их так не хватает.